Это наш любимый пациент, который сделал действительно уникальный результат, когда даже травматолог, и даже мой травматолог, который не делал результат, и Ольга Юрьевна и так говорила, что лучше не начинать гимнастику, лучше подождать 10 дней. Но как раз в остром случае можно сделать уникальный результат, потому что как раз нету сращений. В двух словах, что было? Был автомобильный аварию, перевернулся в Курите. Травму пятого позвонка. В одном медучреждении сказали уши, юная сеточка, в институте Бурденко предложили операцию. По полкам. Все понятно. Значит, в двух словах, какие жалобы были? Что беспокоило? Сильные головные боли, больше и днем отбили. Двигаться тяжело было? Ну, не совсем комфортно. Все понятно. И, так сказать, когда начали заниматься гимнастикой, через сколько дней появился результат, так сказать, почувствовали? Ну, я думаю, день на второй. На второй день, то есть после второго дня начали уже верить. Когда почувствовали себя, что состояние уже полностью нормальное? Абсолютно нормально, через 4-5 дней было. Повязка, когда находилась, она нормальная, чувствовали себя? Да, безусловно. Повязка давала как раз, потому что здесь одновременно шла и гимнастика, и специальная повязка, которая лучше фиксирует, лучше фиксирует, чем вратник. Вратник. Безусловно. 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 Это был 7-й или 8-й день после травмы, и, честно говоря, опасения были достаточно пилики. Ну, вы видели замечательный функциональный результат лечения компрессионных переломов шейных позвонков. Эта томограмма сделана 23 марта, то есть через 3 дня после травмы. На ней хорошо виден тяжелый компрессионный перелом пятого шейного позвонка и перелом шестого шейного позвонка с выраженной компрессией и деформацией эндурального мешка, что и насторожило нас вначале и вызывало сомнения относительно сроков начала реабилитации. Снимок сделан 5 мая, то есть через полтора месяца после травмы. Переломы полностью срослись. Сохраняется клиновидная деформация пятого шейного позвонка, незначительное смещение задних структур тела позвонка в сторону спинномозгового канала. Однако, учитывая самочувствие пациента, можно сказать, что результат лечения данной тяжелой травмы очень хороший. В заключение хотелось бы заметить, что при традиционной методике лечения компрессионных переломов шейного отдела позвоночника реабилитация, как правило, активная не начинается раньше, чем произойдет консолидация перелома. То есть не менее, чем через 2-2,5 месяца. Все это время человек находится в фиксирующем воротнике, развивается мышечная гипотрофия, и процесс реабилитации идет гораздо сложнее и занимает гораздо больше времени. В данном случае человек через 1,5 месяца вполне активен, он работает, он выполняет какие-то работы по дому, помогает жене, и, в общем-то, вполне полноценен. И, как он сам утверждает, что он чувствует себя сейчас лучше, чем он чувствовался до травмы. Спасибо.